Всем привет! Сегодня у нас небольшой обзор бюджетных часиков HiLul RS5. Сейчас их можно купить на Алиэкспресс примерно за 3 800. Это типа уже со скидкой, дескать, раньше они стоили 9000 рублей, и охотно верим. За эти деньги мы получим Amoled-овский дисплей с частотой обновления 60 Гц, металлический корпус, возможность Bluetooth-звонков, долгоиграющую батарейку и многое другое. Часы имеют очень красивенькую и аккуратную упаковку. На передней части красуется надпись Dual Core 2 в 1. Я так полагаю, что имеется в виду объединение в девайсе функций часов и Bluetooth-звонилки. На задней части коробки перечислены основные фишки модели, на них заострять внимание сейчас не будем и ознакомимся с ними в процессе обзора. В коробке сами часы, запасной тканевый ремешок, магнитный кабель зарядки и инструкция с отсутствующим в нём русским языком. Шнурок как шнурок, ничего особенного, длина 60 см. Дополнительный ремешок симпатичный, немного тянется, фиксируется на липучках. Часы имеют довольно простенький и лаконичный дизайн. Качество материалов, из которых изготовлен корпус, очень добротное, сам корпус собран аккуратно. Рама часов изготовлена из алюминия, а нижняя часть из пластика. Размеры 41 на 46 мм. Толщина составляет 11 мм. Вес около 50 грамм. Из органов управления здесь одна физическая кнопка с функцией прокрутки. В часах присутствует русский язык, шрифт у него приятный и аккуратный. Для работы часов необходимо скачать приложение HelloFun. Можно по QR-коду, можно с PlayMarket качнуть. Регистрируйтесь в приложении и указывайте свои данные, такие как пол, возраст, вес, рост. И всё, можно пользоваться часами и приложением. Сопряжение выполняется по протоколу Bluetooth. Часы поддерживают версию 5.2. Если чё, в часах нету ни GPS, ни NFC, ни GSM модулей. Пару слов про ремешок. Он из приятного материала, неплохо так тянется. И вот удачное решение, что его хвостик можно заправить вовнутрь. Экран часов активируется поднятием запястья. Имеется небольшая задержка, совсем не критичная. Плюс-минус такая же, как и у большинства часов. Нажатием на кнопку входим в основное меню часов. Повторным нажатием выходим из него. Поворотом головки производится скроллинг. Долгим нажатием производим выключение. Как само нажатие на кнопку, так и скроллинг в меру тугой. И случайных нажатий быть не должно. По свайпу вправо открываются иконки часто используемых функций погоды и времени. По свайпу влево открываются показатели мониторинга здоровья. Это меню настраивается. Что-то можно убрать, что-то можно добавить. Свайпом снизу вверх открываются сообщения. Поддерживаются иконки приложения. И если текст сообщения слишком длинный, то он будет показан не полностью. Смайлики не отображаются. Свайпом вниз открываются быстрые настройки. Такие как включение и отключение режима звонков. Режима не беспокоить. Установка яркости экрана. Вариант отображения меню. Включение тихого режима. Активация по поднятию запястьем. Тут же поиск телефона. Включение энергосбережения. Включение фонарика. И вход в меню настроек. По основному меню. Под меню телефон, где мы можем выбрать кому и куда звонить. А также посмотреть журнал звонков. Следующее под меню это данные мониторинга здоровья. Ниже идет измерение пульса. Сравнил показания с другими часами. Показывает плюс-минус также. Далее идет замер уровня стресса. Не знаю как некоторые, я к этому показателю отношусь крайне скептически. Ниже под меню выбора тренировок. По традиции куча видов спорта. Тут на самом деле есть что сказать, но об этом чуть позже. Ниже аналитика по тренировкам. Затем замер кислорода в крови. Ниже данные мониторинга сна. Честно не проверялось. Спать в часах не самое приятное удовольствие. Далее идут управление музыкальным плеером. На моем смарте работает, по дефолту запускает Яндекс.Музыку. Затем под меню погоды. Будильник, который можно устанавливать прямо на часах. Ниже измерение еще одного чудного показателя под названием настроение. Далее идет дыхательная тренировка. Просмотр сообщений. Голосовой помощник, который работает в паре с помощником на смартфоне. Кнопка SOS, совершая звонок на заранее указанный номер. Далее под меню женское здоровье. Мужикам он, кстати, тоже может быть полезен. У жены узнал, когда там у нее все. И теперь ты в курсе будешь ее ежемесячного плохого настроения. Затем идет под меню инструментов. В котором секундомер, таймер, фонарик, поиск телефона, калькулятор. Удаленная камера, которая запускает управление камерой в телефоне. Но только в приложении Hi-Lo. Ну и последний пункт это настройки часов. Теперь пробежимся по настройкам. Под меню циферблаты и темы можно выбрать циферблат. Несколько штук уже предустановлено. Плюс можно скачать через приложение в смартфоне дополнительные. Кстати, выбор не очень-то большой. Можно поставить циферблат со своей картинкой или фоткой. Под меню заставка это Always on Display. Типов отображения только два. Цифровые и аналоговые часы. При включенной функции Always on Display на экране отображаются только часы. Больше никакая инфа не выводится, типа там пропущенного звонка или нового сообщения. А еще нельзя эту функцию более тонко настроить, чтобы, например, ночью заставка отключалась для экономии заряда аккумулятора. Под меню темы можно выбрать стиль отображения меню. Выходим обратно. Под меню яркость можно выбрать уровни яркости. Производителям заявлена максимальная яркость в 1000 нит. И экран действительно очень яркий. В ясный солнечный день все прекрасно видно. Как заметили, перевод тоже немножко корявый. Во второй яркости настройка продолжительности активности дисплея до отключения. Можно выбрать только три значения 5, 10 или 15 секунд. В под меню звук и вибрация можно настроить громкость рингтона, мощность вибрации. Тут же можно настроить вывод звука со смартфона, типа Bluetooth динамик. И здесь же можно включить беззвычный режим. В следующем под меню можно установить пароль. Далее настройка активации поднятием запястья. Затем идет настройка режима не беспокоить. Можно установить его на постоянку, либо задать какой-то интервал. Далее QR-код для загрузки приложения на смартфон. Предпоследнее менюшка, в которой можно произвести выключение, перезагрузку или сброс настроек. Ну и последним идет под меню с сведений об устройстве. Это были настройки часов. Давайте теперь быстренько пробежимся по настройкам приложения. На домашнем экране собрана статистика по активности и по измерениям показателей здоровья. Это меню можно настраивать, что-то убрать, что-то добавить. Здесь же можно зайти в настройки самих часов. Можно скачать и установить циферблат, а также произвести ряд других настроек. На вкладке спорт можно выбрать и запустить спортивную программу. При этом будет задействован GPS и шагомер самого телефона. На вкладке моё можно внести свои параметры. Указать цели тренировок, выполнить настройки аккаунта, единицы сберения, персональных рекомендаций. В этой же вкладке можно произвести обновление. В целом меню приложения идентичное меню часов других марок. Радует, что здесь хороший перевод, в отличие от меню часов, где местами имеются косяки. Теперь в целом по часам. Они как бы позиционируются, в том числе и для занятия спортом. Но вот если взять одну из базовых спортивных программ, например бег на беговой дорожке, то они сильно привирают. Вот, пожалуйста, пройдено 5 километров, а часы показывают почти 4. В другой день перепроверил, и также около 1 километра разницы. Дело в том, что мои личные часы, тоже бюджетные, но от более известного бренда, имеют отклонение не более 5%, а тут получается почти 20. Как-то не айс. Так же, как и на большинстве часов, при запуске тренировки свернуть это приложение нельзя. Далее по дисплею. В целом он отличный, чёткий, яркий, с хорошей цветопередачей. Но 60 Гц я как-то не ощутил. Сравнил с несколькими другими часами с обычной герцовкой и никакой разницы. Хотя знает, может быть экран-то 60 Гц, но производительность часов за ним не поспевает, так как имеются небольшие микрофризы. Не критичные, такие же, как и у других часов за эту цену. По аккумулятору скажу следующее. Когда я их достал из коробки и надел, было 93%. За 10 дней эксплуатации с выключенной функцией Always on Display заряд опустился до 7%. Ну, то есть получается, полного заряда должно хватать на 10-12 дней. О чём, в принципе, и заявляет производитель. Звонки из часов работают нормально. В целом можно вести телефонный разговор через часы, но лично мне это неудобно. Поэтому это фича на любителя. Также из плюсов я бы отметил хорошую влагозащиту. Она тут по стандарту IP68. Это значит, с часами можно плавать. Но нырять с аквалангом не рекомендуется. В принципе, вот и всё, что я хотел бы отметить по часам. По цене, если в интервале 3-4 тысячи рублей, то, думаю, можно брать. Хотя я больше склоняюсь в цене в 3 тысячи рублей, когда их точно можно брать. Потому что дороже 4-х, в районе 5 тысяч рублей, есть уже более интересные конкуренты. Ну, а что вы думаете по поводу этого девайса? Напишите, пожалуйста, в комментариях. На этом у меня всё. Всем пока.